добрый день дорогие друзья у нас была бела тха мы продолжаем смотреть что написано написано о посвящении левитов и удивительно что всевышний говорит что взять левитов и пусть обреют все волосы свои мы это читаем в законах о прокаженных зачем это левитам нужно то нашим удовольствием говорят а вместо кого всевышний взял левитов вместо первенцев станов израиля но раньше первенцы были священниками до дарования торы все функции выполняли именно первенцы строили они жертвенники приносили жертвы все выполняли что всевышний говорил после того как первенцы были виновны в изготовлении золотого тельца то всевышний у них забирать первенство так как они служили идолом то это идол то все равно что мертвый а после мертвого надо очищение вот поэтому левиты обязаны были так очистить сбрить все свои волосы всевышний вообще запрещает мужчинам сбрить все свои волосы и тем более брить не состричь сбрить то есть подмышками там поховачивать все запрещено не делают это мужчины а тут специально указание всевышнего все и брови тоже как мы читаем других главах но ресницы наверно нет не пишется за это ничего в общем все левиты были обриты специальные жертвы тоже непростые то есть если мы читаем быка в жертву все сожжения ну хорошо это обычно жертва сожжения сжигается жертва целиком делится на четыре части сжигается все это мы знаем а потом пишется о жертве хатат от общества левитов приносится же быть в сверху хатат и не пишется что его будут есть обычно коины чтобы искупить вину человека они обязаны съедать эту грязничную жертву невзирая на то что это даже козел который невкусный вообще обязаны тогда так снимается грехи человека но в данном случае мы смотрим может быть кровь его внесена в святилище так нет если мы знаем что сангидрин допустим или первый священник приносит жертву греко-очистительную то кровь вносится в храм в святилище и брызгается в сторону завесы один раз вверх там шесть раз вниз потом подходят к маленькому жертву золотому для ароматных главоскурений и обмазывают рога маленького жертвника углы жертвенника возвышение по главу жертвенника после этого носят кровь во двор храма и выливают оставшуюся кровь у основания большого жертвника для всесожжения медного после этого вынимают из быка жировые части сжигают их на жертвеннике а мясо и шкуру нечистоты все выносят за стан к месту выброса пепла и там сжигается в чисто месяц сжигают и написано закон что животное кровь которая внесена в святилище сожжены лучше сожжены на огне внестана но в данном случае никто кровь в святилище не вносил и тогда коины обязаны есть но вот в том то и дело что это специальное указание всевышнего при посвящении левитов эту жертву тоже не есть но говорят тоже сжигали и как жертву аллах как жертву всесожжения вот такой удивительный случай так это работает служат левиты пишется с 20 лет 25 лет до 50 лет но мы же с вами читаем что 30 до 50 почему здесь 25 что здесь такого и пишет рабе шломать какие благоценные памяти он говорит что имеется ввиду что в 25 лет человек приходит обучаться он пять лет учится выполнять заповеди храма их обучают пять лет и если учение пошло нормально все то это левит приступает к работе в храме вот так так это работает то есть 30 лет он уже служит до 50 лет как положено вот так вот а после 50 лет он уже занимается охраной храма обучает других людей торе других левитов передает им опыт и открывает ворота храма в общем вот это обязанность чека после 50 лет и пишет раньше что вот эти пять лет обучения мы видим очень важная цифра потому что наши мудрецы видят в этом человека который за пять лет не мог освоить материал то его больше и же не учат пять лет вполне достаточно больше не нужно если не осваивать еще он не будет такой квалифицированную работу выполнять будет помогать на тех работах которые ему скажут мало квалифицированных вот так вот вот это нам очень важно еще очень важная вещь агрон всевышь искал маше что перетрасти надо всех левитов и агрон взял и поднимал левитов вверх-вниз там перетряс всех левитов все двадцать две тысячи ведраж пишут скорее всего двадцать две тысячи триста ну там правда триста были первенцы может их не было ночью двадцать две тысячи ведраж пишут всех агрон перетряс писано что он обладал невероятной силой как это можно за день так перетрасти столько людей и им времени на это мало двадцать две тысячи по пару секунд это практически или чудо или никак но это заповедь он выполнил вот агрон и так левиты посвящены уже на служение в храме а на этом наш сегодняшний урок заканчивается рок был дан за поднятие души мойша бен давид берта бат исраэль клара бат сергей памяти павел бен ефим яков бен ахум владир бен григорий за здоровье слава от клара шолом йона бен цара шмон бен исхак и на бат мира борис бен мария мойша бен маня анна бат ривка игорь бен кира полина перба соня сура лена баклара давид бен стела жима от ида рахель бот лилия анна бот елена стела бот тейла ефим бен стер и наводора двора бат мирям из станислав бен рахель маисе бен ева или нова двора и 7 раиса и несоба мель гений бен берта гейма и тафира бат она генеме ильена батынесса ольга бат светлана юсиф дан бен сара таня бот фрида и даба три вводе бен акана юрий бот бела якоб юси бен рахель шимон бен мера фигма дарта азия бот гонна марк беннина и работ вера лору бен клар рафаэль бен клара хана цепора бацара и до бен хай а вива фильм бен соня майя бот фаина Алексей Бен Ольга, Гая Бацарин Мазал Барсас Гула Ирина Батури, Арон Рей Бен Ри За хороший дух Арон Рей Бен Двор Радис Бен Ахум, Авигаль Бацара, Хан Абат Абрагам Рафаэль Рейлей Бен Лариса Галя Бат Гидалия Параса Ябрюд Лаир Бен Рая, Анна Бат Александра Марина Бат Рая, Борис Бен Марина, Алексей Бен Наталья Всего хорошего Олегу Марченко Всем браха Параса Кавана Мазал то, что мы это время не грешили Учили Тору Всем желаю крепчайшего здоровья И пусть срочно закончится страшная война И до следующих встреч Надеюсь, настоится завтра в 15 часов Шалом Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому